Телеканал Дождь представляет Здравствуйте, это «Мгновение на дожде». По идее, первый выпуск программы должен выйти в сентябре, но вот сегодня 31 августа, и завтра новый сезон, завтра осень, и завтра новый учебный год в школах, институтах, университетах. Завтра я своего сына веду в школу. Очередной звонок. В данном случае это четвертый класс. Я очень люблю его учительницу, Марию Семеновну, она мне симпатична, потому что я вижу, как она работает с классом, потому что она объединяет ребят, потому что она порой, я не знаю, пользуется она какими-то школьными методичками или нет, но порой задает им совершенно парадоксальные условия. И я вижу, как они, эти дети, хулиганы, отличники, или середнячки, как мой, ну, середнячки это относительно, конечно, думают, думают, фантазируют, и это прекрасно. Но, тем не менее, параллельно я читаю, особенно сейчас, в преддверии нового учебного года, очень много негативной информации. Она в сети, она в газетах, и школа уже не та, и образование платное, и нет достойных учителей, и на окраинах Москвы в школах нету русских детей, в университетах образование платное, причем платное в плохом смысле этого слова, то есть все экзамены сдаются за деньги, и, в общем, вот такое противоречие своего рода. И я пригласил двух замечательных людей, люди, которых можно назвать учителями, не со школьной точки зрения, учителя. Наверняка у каждого из нас с вами были такие люди в школе, либо в университете, либо во дворе. Я знаю этих людей, очень уважаю, и бесконечно рад знакомству с ними. Мой коллега Леонид Клейн, сейчас Леонид преподает, он старший преподаватель факультета госуправления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Проводит семинары, встречи, целую историю, может быть, он о ней попозже расскажет. Я приветствую Марию, Мария Казбек-Казиева, учителя русского языка и литературы в школе, в школе, которая называется Европейская гимназия. Здравствуйте, добрый вечер, спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Перед, в общем-то, и для вас важным новым учебным годом, поздравляю вас с новым сезоном. Нашли время и пришли сюда в ночи. Ну, вот успокойте меня, пожалуйста, что все в порядке и меня, и других родителей, что можно смело довериться школе и не нанимать дополнительных преподавателей, или, там, я не знаю, не думать об Англии, копить деньги на какие-то колледжи. Ну, мне кажется, что так мы тебя успокоить не можем, я, по крайней мере. Но все в порядке в некотором, таком, знаешь, в другом масштабе. Потому что, вот, если спросить у постсоветских людей, какой праздник для них реально объединяющий, там, 7 ноября отмененное, 9 мая, который уже уходит, 8 марта, непонятно про что, и в этот же ряд поставить 1 сентября, когда вся страна наряжается и наряжает своих детей, и, независимо, у кого сколько денег, это праздник искренний, праздник не государственный, а праздник общества, в этом смысле все в порядке, потому что очевидно, что ценность образования, она на очень высоком уровне, и родители ведут своих детей каждый год в школу, и вот это такой вот праздник, который всегда с тобой, он говорит о том, что общество исповедует какие-то традиционные ценности, и, хотя школа изменилась, потому что мы живем в другое время, но ясно совершенно, что на школу возлагаются надежды, и школа продолжает быть важным, не просто государственным, но и общественным институтом, в этом смысле все в порядке, вот 1 сентября это особый день, от гаишников, которые там говорят сейчас рейд, до просто вот море, до ценно цветы, и это не случайно. Мария, а как школа готовится к встрече своих учеников и первоклассников, и... Ну, любая школа ремонтируется летом, мне кажется, любая, государственная, частная, да, всегда какой-то, хоть косметический ремонт производится, любая школа, учителя готовятся, ну вот я, например, как словесник, всегда готовлюсь летом, потому что перечитывать «Войну и мир» в течение учебного года достаточно сложно. Обновляются, там, не знаю, сайты, теперь почти у каждой там школы есть сайт, да, некоторые посылают учителей учиться. Например, в нашей школе тоже так часто происходит. Вот. А вы перечитываете летом «Войну и мир» каждое лето? Да. Вот это меня скорее успокоило, если честно. Потому что... Потому что если не перечитывать, то это становится рутиной, и это неинтересно учителю. Конечно. Очень просто. Я каждый раз, более того, я каждый раз нахожу что-то новое. Не погромче. Это удивительно, я каждый раз сама удивляюсь. Тем более, тем более меня успокоили, но в каждой ли школе есть такие учителя? Потому что... Не в каждой. Не в каждой. Потому что, как мы сейчас воспринимаем школу? Мы воспринимаем школу, я сейчас о себе говорю в первую очередь, по тому, и как люди воспринимают действительность, через кино и интернет. А кино у нас какое? Валерия Германика, фильм «Школа», и вот летний хит, действительно, кассовые сборы, все в порядке. Очень плохая училка. Очень плохая училка, да, да, да. И действительно очень плохая училка, я видел трейлер, в кино не пошел. Я пошел. И как? Ну, я пошел с профессиональной точки зрения, просто как журналист, еще говорящий о проблемах школы там на радиостанции. Мне было интересно вот такой культурологический, фактически антропологический сдвиг, что вот в 2000, какой там сегодня, 11-й год на дворе, о школе можно говорить так. Я подумал, что 10 лет назад это невозможно было показать, по крайней мере, там у нас. 20 лет назад это невозможно было, может быть, даже снять. Там в этом фильме очень интересная вещь. То есть там действительно такой фильм по ту сторону, но и по качеству, и какая-то там очень странная проблематика, потому что основная, основной чем занята учительница, она занята увеличением своей груди, но правда очень искренне. Там же фильм строится над тем, что у него есть какие-то искренние желания, в отличие от таких вот фейковых желаний учителей, которые совершенно уже давно трэшевые. Но там идет маленький, очень интересный видеоряд, и это действительно сильный момент в фильме, Алекс. Когда пока идут титры, кто в ролях и так далее, какая-то музыка веселая, идет видеоряд фотографий школьных лет с 20-х годов 20-го века. В том числе даже и советские фотографии, там есть кто-то кого-то в пионеры принимают. То есть режиссер вообще понимал, он про что делает фильм. 20-е годы, 30-е, 40-е, 50-е, разные, так сказать, ну, такие, причем понятно, что школа вещь интернациональная. Баскетбол, какое-то родительское собрание, педсовет, учительница там, знаешь, за плечом смотрит, там нагибается. То есть вот показывает, какая школа была и какая она сейчас, скажу я, по версии, конечно, современной массовой культуры. Тут важно сказать, по версии современной массовой культуры. Она отличается, эта версия, от действительности? Ну, если я не смотрела плохую училку, да, я смотрела Гагерманику, и все умрут, и я останусь там, да, и кусочки этой школы. Ну, вот мне кажется, Леня прав в том смысле, что это попытка показать то, что нельзя было показать. Это тоже есть в школе, да, но вот как бы здесь у нее была узкая задача у Гагерманики, показать то, чего было нельзя. То есть она в этот момент отвлекается от того, что осталось хорошего в школе, да, ну, просто задача у нее другая, да, и это есть. И мне кажется, такой действительно есть широкий диапазон вот в школе от таких учителей-наставников, да, и вот до того, что показываются, да, вот совершенно рутинных людей. Алекс, помнишь, вот в «Все умру, я останусь», я же тоже как Германика, там есть прекрасный совершенно видеоряд, показывающий обыкновенную московскую окраинную школу, я даже знаю, где это снималось, и там просто показан вот первый этаж, рекреация, и раздевалка детская, ну, где они вещи, но там решетка, и мы все были вокруг этой решетки, потому что там просто вещи, ну, чтобы там, ну, типа, не крали, но показано, что как тюрьма, там камера сделана так, что показана вот эта решетка, и это есть тюрьма. И для Германики это было важно показать, что вот тут на самом деле это реальные детки в клетке, вот. Но в школах есть не только раздевалка, не только там грязная столовая, не только туалет с надписями, это все есть. Ну, не в частно, конечно, отца, но есть и урок, жанр урока, или как я тут прочел в одной статье, этнография урока, когда происходит вот эта химия, ее никто не отменял, даже в районной школе. И потом, чтобы школа состоялась, вот, мы спросили про, там, есть ли еще хорошие учителя, достаточно, ну, вот, чтобы школа состоялась, ну, одного или двух учителей на школу, хороших, абсолютно достаточно. Да, вот это важная мысль. Это очень важно. О хороших учителях мы продолжим наш разговор. Я сейчас хотел бы предложить вам отрывок из, пожалуй, самого любимого своего фильма. И на эту тему, и на тему развития человека в частности. Это фильм «Общество мертвых поэтов». Старинный фильм, я знаю, что Леонид его тоже любит, в главной роли Робин Уильямс. И вот этот прекрасный момент, когда очень классический, чопорный британский колледж, и там появляется новый учитель, который же на первом уроке, кстати, ваш коллега, учитель словесности, языка, заставляет школьников вырвать предисловия, кандовые предисловия из книги. Внимание на экран. Деремо. Таково мое мнение, мистер Притчер. Мы же не трубы укладываем. Мы говорим о поэзии. Как можно описывать поэзию с точки зрения современной эстрады? Байрон прелесть, он получит 42 очка, но под него нельзя танцевать. Я хочу, чтобы вы вырвали эту страницу. Смеляю. Вырывайте страницу. Вы слышите? Вырывайте. 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 Спасибо, мистер Далтон. И давайте вырвем не только эту страницу. Вырывайте все введение. В помойку. Забудем о нем. Не жалейте. Пропадите, доктор Притчер. Прорвите на клочки. Смеляю. Я хочу слышать, как рвутся бредовые идеи мистера Притчерда. Мы пустим его введение на туалетную бумагу. Это ведь не Библия. Вы от за это не попадете. Смелее. Пусть и следа не останется. Почему нельзя портить книги? Рви, рви. Вырывайте. Рвите. Что за безобразие? Не слышу, как вы рвете. Мистер Китлинг. Мистер Маккейстер. Простите. Я не знал, что вы в классе. Я на месте. Разумеется. Извините. Продолжайте рвать, джентльмены. Это битва. Это война. Ее жертвами могут стать ваши сердца и души. Спасибо, мистер Долфон. Армия академиков наступает. Они покушаются на поэзию. Нет, мы этого не допустим. Конец мистеру Притчерду. А теперь, дорогие ученики, мы будем учиться мыслить самостоятельно. Будем учиться вникать в слова, в язык. Пусть говорят все, что угодно, но слова и идеи могут изменить мир. По глазам мистера Питца видно, что он считает, будто литература не имеет ничего общего с бизнесом и медициной. Верно? Возможно. Наверное, и вы, мистер Хопкинс, думаете, что нужно следовать советам Притчерда. потихоньку вникать в размер, ритм, а самим отдаваться главному, будущей карьере. Хочу открыть вам маленькую тайну. Придвиньтесь-ка поближе. Люди пишут и читают стихи не ради забавы. Мы читаем и пишем стихи, потому что мы принадлежим к роду человеческому, а род человеческий одержим страстями. Медицина, право, инженерное дело – весьма благородные занятия, и они необходимы для жизни. А поэзия – красота, романтика, любовь. Ради них-то и стоит жить. Смотрите телеканал «Дождь» в базовом пакете НТВ+, Континент ТВ, в Билайн ТВ и МТС ТВ, кабельной сети Акада, а также в ваших айфон и айпад и на tvrain.ru Продолжим, с вашего позволения, разговор о кино. Вот мы вспоминали Гай Германику, перед которой стояла задача показать и такую школу, которую раньше не показывали. Но ведь Ролан Быков тоже перед собой когда-то такую задачу поставил, показать иную школу. Я говорю о фильме «Чучело». Мне кажется, что для Ролана Быкова это был, конечно, фильм не про школу, а про разваливающийся, гниющий просто советский социум, что там были самые главные, там были сцены про цены джинс и про то, что можно уехать в Москву, и про реальное, классовое, фактически, расслоение. Ну, ты помнишь, там были богатые дети, небогатые дети и так далее. То есть, мне кажется, что все-таки это был фильм про школу постольку, поскольку, а на самом деле это был один из таких мощных предперестроечных снарядов. Ты же помнишь, там вся эта история, как не выпускали на экран. Конечно. И так далее, и так далее. То есть, это фактически был, конечно, политический месседж. Ну, и какой-то философский, но в смысле он еще о детях. И о детях. То есть, это было на самом деле, по-моему, не про школу. Не про школу совсем. Не про школу совсем. То есть, Завуч, да, когда она стояла на пороге, вот этот знаменитый кадр, когда, здрасте, здрасте, смотря в никуда. Да, это, конечно, было вот это. То есть, вы думаете, что это политическое высказывание скорее? Как я его, я недавно его пересматривал. Это было вот про, и, конечно, экзистенциональное, вообще про детей, про одиночество, вообще про тотальное одиночество. Помнишь, когда она начинается, она бежит по мосту, самый первый кадр. Но у Ролана Быкова все было политическое, или все делалось политическое. Вот это как-то операция Че. Внимание Черепаха. Внимание Че, внимание Черепаха. Тоже дети, вроде бы жестокость, а ему пришили вторжение в Чехословакию, помнишь, да? Там танк наезжает на Черепаху. Танк наезжает на Черепаху. Они говорят, как же танки и чья Черепаха? В Чехословакии. Но вернемся к харизматичным личностям, к преподавателям, к учителям с большой буквы. Вот, Мария, вы утверждаете, что двух таких учителей достаточно для того, чтобы школа функционировала или существовала. То есть все было в порядке. А как это? Можете объяснить, в общем-то, детально? То есть есть учитель, преподаватель географии, например, и преподаватель математики. Как они могут потянуть всю школу и все классы? Хороший вопрос. Ну, смотрите, просто в школе нужны, на самом деле, не могут быть все харизматичны. Когда в школе слишком много харизматичных преподавателей, на самом деле... Детям рут. Да, становится очень тяжело, потому что харизматичный преподаватель, он всегда, в общем, достаточно человек с тяжелым характером, как, ну, наверное, любой творческий человек. Поэтому вот если, допустим, в школе есть несколько... Должны быть люди, которые живут школой. Должны быть люди, вот, знаете, которые просто с утра и до вечера, и которым в 10 часов вечера ребенок может рассказать, как у него там плохо дома. Должны быть такие люди. Но если там будут только такие люди... Кто будет заниматься рутиной? Кто будет заниматься рутиной с одной стороны, и кто будет, наоборот, выводить ребенка из вот этого замкнутого школьного мира, да? То есть вот человек, который живет школой, он живет вот... Вот он ничего кроме этого не знает. Это очень полезный человек в школе, да? Вот должен быть такой человек. Должен быть человек, который, условно говоря, почасовик. Который приходит в школу как в хобби. Но зато он может детей повезти, вот, как бы, показать им, что вообще существует социум и мир, и очень интересно. Человек, который живет в школе, фактически, у него просто нет времени, да, чтобы вот это сделать. Должны быть вот просто такие люди, которые по программе хорошо преподают свой предмет, да? Вот неплохо, там, качественно. Да, ну вот, звезд с неба не хватает. Должны быть... Его должен быть харизматичный преподаватель, вот, творческий человек. Он, кстати, редко вот живет в школе, потому что ему много еще чего-то интересного. И, кстати, в этом фильме коллеги Киттинга, мистер Киттинга, говорят, от вас ничего не требуется, подготовьте их к экзамену. А это очень важный момент. Я, как человек, работающий в системе, хочу спросить. Понятно, Киттин прекрасный, хороший, и... Он к экзамену подготовил детей, вопрос, ответ нет. Он из них людей сделал ля-ля-ля, и это важно. Но существует такая вещь, как ЕГЭ. Сдайте экзамен. Кто-то за экзамен будет отвечать вот за эту ерунду, формальную, неинтересную? Или все будут под... Во время удара мяча читать какие-то строки, и свои комплексы изживать? Или мы еще будем чуть-чуть учиться? А, любопытное, очень профессиональное замечание. Я, как человек сторонний, об этом не думал. Сейчас реклама «Капитализма мамы», после чего еще один отрывок из нашего любимого фильма «Общество мертвых поэтов», после чего продолжим нашу беседу. «Общество мертвых поэтов» Магдавиния Зачем я сюда встал? Чтобы оказаться выше? Нет. Спасибо за участие, мистер Балтон. Я встал на стол, чтобы напомнить себе, что надо смотреть на вещи с разных точек зрения. Отсюда мир кажется совершенно другим. Если не верьте, попробуйте сами. Давайте. Давайте. Когда вы считаете, что в чем-то разбираетесь, постарайтесь посмотреть на это с другой точки зрения. Даже если это покажется глупым или ложным, вы должны попробовать. А когда читаете, пусть вас не заботят, о чем думает автор. Главное, что думаете вы. Ребята, постарайтесь обрести собственный голос. И чем дольше это откладывать, тем менее вероятно, что вы вообще его обретете. Торос сказал, большинство людей проводят жизнь в тихом отчаянии. Не поддавайтесь этому. Нужен прорыв. Не прыгайте с обрыва, как лемминги. Оглянитесь вокруг. Отлично. Даль держать, мистер Приске. Спасибо, да. Доберитесь смелости, отыщите новый взгляд. Это мгновение на дожде. Завтра 1 сентября. Мы готовимся к новому учебному сезону, учебному году. И я с превеликим удовольствием еще раз представляю своих гостей. Это Леонид Клейн, старший преподаватель факультета госуправления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Это Мария Казбек-Казиева, учителя русского языка и литературы в школе Европейская гимназия. Вот по поводу того, что если... Ваш последний тезис, перед тем, как мы смотрели отрывок, о том, что если много харизматичных учителей в школе, это перебор, и это трудно. Но я читал... Я читал о таком факте, что, если не ошибаюсь, несколько американских университетов в углове с Гарвардским провели совместное исследование о том, из каких вузов, какие вузы, что ли, были наиболее плодотворны в смысле своих выпускников. То есть, чьи выпускники достигли в массе своей, если можно говорить об этих индивидуальностях, как о массе каких-то высот в политике, в литературе, в науках. И ответ был, в общем-то, для квасных патриотов, наверное, приятный. Это был царско-сельский лицей, который, опять же, как выяснили, исследователь исповедовал следующий принцип работы. То есть, вот у нас есть ученики, и мы для них приглашаем самых лучших преподавателей в мире, то есть, действующих ученых на сегодняшний день. То есть, вот те, кто, если это физика, то это физики-практики. То есть, вот они сейчас занимаются этим. То же самое, литература державина и так далее, и тому подобное. Ну вот, просто как контраргумент того, что, может быть, в школе, в вузе все-таки должны преподавать личности, они не противоречат друг другу? Нет, они должны. Я просто говорила о том, что их не должно быть много. Это во-первых. А во-вторых, здесь может быть контраргумент такой, что сколько людей училось в царско-сельском лицее, по сравнению со всей массой обучавшихся в это время хотя бы чему-нибудь. Всю массу невозможно было учить лучшими силами. Это была, естественно, элитная школа. И там были выбраны дети из избранных семей. И это сейчас есть, там, Холмогоровская школа. Вот у меня был сейчас ученик из Холмогоровской школы. Это действительно что-то совершенно неописуемо. А что это за Холмогоровская школа, ребята? Математическая школа. Они отбирают математических гениев и учат. И еще, царско-сельский лицей, это был тоже такой, в некотором смысле, такой пассионарный взрыв. Он существовал до конца 19 века. Да, Салтыков-Щедриного заканчивал. И уже ничего особенного не было. Ничего не было в тот момент, когда Салтыкова... Это, так сказать, вот пушкинский, условно говоря, выпуск плюс-минус. Вот это да. Блистательное. Да, потому что это еще был просто такой культурный взрыв. И там действительно куча людей. Поэтому, ну, Маш права. Ну, в том смысле, что образование же не только элитное. Оно же еще и массовое. Я когда говорила про, ну, среднюю, я говорила про среднюю школу для, вот, не для Пушкина, да, не только для... Ужас заключается в том, или не ужас, а реальный заключается в том, что школа нужна обществу и государству так же, как автосервис. Есть некоторая процедура. Это процедура. Насилие, социализации, просто, так сказать, вот такой рутинной работы. Этим кто-то должен заниматься. Нигде, ни в каком обществе, в самом прекрасном, мы это видим по всем этим американским, европейским фильмам, не бывает беспроблемных школ. Школа, это в некотором смысле вообще такой невылечиваемый институт. Ну, потому что не мог же быть 100%, 90%, 80%, даже 50% творческих учителей, людей, которые готовы заложить свою карьеру, в некотором смысле свою нервную систему, в некотором смысле, так же, если быть честно, свою семью, для того, чтобы кого-то учить, да еще при этом не отчаиваться, не отчаяться и не остервенеть. Ну, в смысле, такого просто не бывает в мире. Да, там, так сказать, там хороший телеведущий или хороший актер, он один. Да, хороших там театров в городе, там, в Москве, два-три. А мы хотим, чтобы... А школа, это миллионы участников процесса. Миллионы. Но давайте сделаем так, чтобы везде была правильная Мария Ивановна. Но этого не может быть. А потом, школа, это же тоже какое-то слепоко общество для ребенка, да. Он, кроме там знаний, он получает представление, вообще для ребенка, это первая встреча с социумом, да, вот, который предъявляет какие-то требования, какие-то правила игры. Ну, и, собственно говоря, в социуме сколько харизматических личностей вы встречаете, да, Немного, согласен. Вот, она и должна быть таким... Продолжим разговор о школе, как о слепке общества. Мне кажется, что вот у меня и, скажем, у моего поколения родителей больше проблем и больше задач, чем, скажем, у наших родителей. Мы с вами прекрасно помним, что такое советская школа. Мы там учились. И тогда все-таки не было классового разделения. Вот, как сказать... Явного не было. Не было, не было. То есть были какие-то удивительные пеналы, привезенные папой и моряком из ГДР. Все. И эластики, которые пахли. Да. Да. Вот все. Ну, или там и шариковая ручка. Да, 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 крутая. Какая-то. Сейчас же, да, сейчас же, если у тебя нет айфона, я просто... Третий класс. Четвертый. Это никакая неудивительная школа, обычная гимназия, где учится вот сын. Ну, то есть, сенсорный телефон, да, это круто. И нам приходится вот это принимать. У наших родителей не было таких проблем. У нас были какие-то дворовые хулиганы. А как это изнутри... Как это видится изнутри школы, да. Мария, и есть ли какие-то способы воздействия на это? Кроме, может быть, каких-то насильственных, что ли? Отнимать у всех телефоны, запрещать их приносить. Я работаю ведь в частной школе, да, поэтому у меня такого сильного расслоения внутри школы нет. Это люди приблизительно одного социального круга и достаточно обеспеченного. Одного хорошего нового айфона. Да. Ну, то есть, да, айфоны есть у всех. Вот. Но при этом, мне кажется, важно, ну, какие ценности именно в школе. Да, то есть, если в школе важно хорошо учиться, или там, я не знаю, интересно, время проводить содержательно, то это все-таки отступает, ну, на второй план. Понятно, что у нас, ну, у них действительно, у наших детей вот есть эти имущественные проблемы, которых мы вот не знали. Ну, они для них и проблемы, между прочим, в смысле, им это, они это больно переживают. Вот. Ну, но все, мне кажется, зависит от какой-то атмосферы в школе. От того, например, кстати, в том числе, насколько учителя зациклены вот на этом, потому что, если все учителя, допустим, в той же частной школе будут чувствовать себя вот вообще такими несчастными, бедными родственниками и все время. Я очень много, кстати, вот от других учителей, не в нашей школе, да, ну, часто общаешься, вот сейчас, вот как бы, ну, да, это вот богатые дети. Да, и вот если... и мне кажется, это порождает в детях вот ответную, ответную реакцию, вот то ли гордиться этим богатством, вообще думать об этом. А если мы все думаем не об этом, а там, я не знаю, о том, как там, не знаю, нам лучше свою жизнь организовать, да, то, собственно, это становится фоном, ну, да, фоном, в котором мы живем. Трудно вам, я бы, я посочувствовал. Маленькая история. У меня есть друг, экспат Лоренс, он гражданин Великобритании, давно работает в России, и его сыновья учатся, разумеется, в американской школе. Вот здесь, в Москве. Что такое американская школа? Это, я сейчас примитивизирую, но, наверное, это более-менее близко к истине, это когда американское посольство, посольство Великобритании, финансирует вот эту школу, там, преподаватели иностранные, там учатся дети дипломатов, дети... Это англо-американская школа в Москве? Да, да, да. Там были же европейские гимназии. Ну, естественно. Ну, мы знаем. Знаем. Да. И вот буквально год назад туда стали принимать российских детей за деньги. А раньше этого не было. И, говорит, и у нас начались очень серьезные проблемы. Очень серьезные проблемы. Потому что, да, дети, вот они интегрируются, родителям важно. Ну, видимо, школа захотела подзаработать, или там финансирование прекратилось. Ну, не было такого раньше, когда там у мальчика и день рождения, вот русский мальчик, и папа снимает кинотеатр и приглашает идти на Гарри Поттера. Ну, не было. Потому что... И мои сыновья приходят и говорят, папа, почему ты не можешь снять кинотеатр? И они, конечно же, вот эти все... Кинотеатр это скромно, еще можно и Гарри Поттера пригласить на кинотеатр. В общем-то, да. И они стали просить руководству школы, давайте как-то вот, находясь в России, постараемся вернуться к принципам и принимать только граждан. Ну, такое противоречие. Ну, мне кажется, что здесь происходит... Ну, и какое-то... Бывает... Вот Маш правильно сказала по поводу того, что это социализация. У нас вне школы айфон тоже ценится. Как, знаешь, генералы говорят, проблема дедовщины, она не в армии, она в обществе. Я хочу примерно так же выступить, как эти генералы. У нас айфоны ценятся и вне общества. И ты не можешь... Среди взрослых. Среди взрослых. Ну, не айфоны, там какие-то другие бренды и так далее. Это вообще-то говоря общая вещь. Или как Путин говорит, там, коррупция у нас не только в ГАИ, а вообще везде... Вот на самом деле это так, как ни странно. Это первое. Во-вторых, я просто хочу рассказать историю такую обратную. Я много ходил в походы, когда был школьным учителем. И, значит, мы вот детей брали, там лучшие родители, отправляли их там, вот, в байдарочные походы. Там, значит, вот мальчик там живет в особняке под Москвой, никогда в жизни грибы не собирал и так далее. Вот, ну, я помню, у меня много таких историй, но это одна классика просто. Мы возвращаемся из байдарочного похода, он первый раз по России путешествует, увидел там русскую деревню, там, готовка на костре, там, телефон не работает. Ну, прям, реальная походная жизнь. И мы возвращаемся, он же кое-что увидел. И мы возвращаемся из Твери в Москву. Электричка, воскресная, конец августа. То есть там все уже собрались вообще, люди, которые туда могли. То есть набились вот просто как сельбочки. И мы стоим вот так вот, уже все эти байдарки, мы, естественно, стоим, не сидим, там, мы еле дышим. И вдруг он мне говорит, довольно громко, потому что дети не стесняются, при всех этих бабушек с авоськами и так далее. Леонид Джострович, можно я схожу в вагон-ресторан за пепси-колой? Это вот в этой электричке. Я ему говорю, да, и мне пиво принеси. Ну, то есть, это еще... У нас есть дети в частных школах, которые ни разу на метро не ездили. На метро не ездили, да. Но я не хочу сказать, что это благо. В этом смысле, детям, у которых, так сказать, нету рейтинга айфонов бесконечно, может быть и лучше. Для них мир разнообразнее. Потому что если человек ездит в метро, он на самом деле самостоятельнее. Прекрасная история, не менее прекрасная история все из того же фильма «Общество мертвых поэтов» сразу после рекламы. Магновение Забудем об оценках, джентльмены. Давайте просто походим. Вот так. Слышал я писать стихи? Слышал я писать стихи. Предки стали от тоски? Предки стали от тоски. Левый, 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 правый, левый, 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 правый, левый. Левый, стой! Спасибо, джентльмены. Как вы заметили, каждый начал ходить по-своему, в своей манере. Мистер Питтс? Не спеша. Он знал, что своего не упустят. А мистер Камерон думал, это правда. Может и правда, может и нет. Не знаю. Мистер Оверстрита влекла другая сила. Да, мы это знаем. Хорошо. Я привел их пример не для того, чтобы высмеять, а чтобы проиллюстрировать идею конформизма. Очень трудно отстаивать свои убеждения перед лицом других. По глазам многих из вас я вижу, что вы думаете, мы бы ходили иначе. А теперь спросите себя, почему вы все-таки хлопали? Конечно, все мы очень нуждаемся в признании. Но вы должны верить в уникальность ваших убеждений. И пусть другим они кажутся странными. Пусть все вокруг влеют. Отстой! Роберт Фрост сказал, я набрел на разбилку дороги в лесу и выбрал тот путь, по которому меньше ходили, и в этом-то было все дело. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас пошли своей походкой, в своем ритме, в любом направлении, с любой скоростью. Пусть походка будет гордой или глупой, неважно. Джентльмены, двор в вашем распоряжении. И не надо поясничать. Будьте самими собой. Мистер Далтон, вы с нами? Я отстаиваю право не ходить. Спасибо, мистер Далтон. Вы усвоили урок. Плывите против течения. Мне очень нравится эта заставка. Видите, вот эти маленькие-маленькие пингвинчики. Стоят, цветочки, косички. Через какое-то время, наверное, как и мы сейчас, они будут рассматривать фотографии, узнавать. А вот это я не помню, какой это девочке фамилия, а с этой мы дружили. И есть очень хорошая история у одного писателя про то, что очень сложно и пронзительно слушать детский хор. Когда вот эти мальчики в костюмах и в белых рубашечках поют, а поют они о том, чего не знают, чего еще не пережили. У них еще не было неразделенной любви, не было разочарования в жизни, не было боли. А они же поют об этом. Да, такое future in the past. Да. Такое лирическое отступление. И сразу вот вопрос вам такой. Причем я не уверен, что я бы на него ответил, если бы меня спросили, а что бы ты, вот будьте у тебя возможность, изменил бы на телевидении или на радио, где ты работаешь. Поэтому конкретно, что бы, вот вы Мария, например, чем бы, будь ваша воля, и вы бы не были ничем ограничены, что бы вы сделали и для своей школы, и вообще для школ России. и, Леонид, тот же вопрос тебе, что бы ты сделал для того, для Российской Академии Народного Хозяйства, где ты преподаешь, или вообще для вузов. Вот, что давно хотелось бы сказать, да услышите, вот, вот, вот это надо делать. Ну, не было возможности. Вот она сейчас, да тоже ее нет, по большому счету, но тем не менее, любопытно. Я же вот слышал и твою полемику на радио, и в разговорах, говорил, надо делать так, надо делать так, глаза горят, а вот как? Ну, в школе, я не знаю, ты про школу ответишь? Ну, мы можем. Да, ну давай. У меня есть, у меня есть идея, как сказать, мне кажется, что в высшей школе, или я еще не очень хорошо в теме, так сказать, проблем меньше, как ни странно. И мне почему-то кажется, что когда человек сознательно выбирает уже факультет, там-то как раз можно, как можно больше звездных преподавателей, там уже рутины вот такой вот меньше, и там уже, может, надо хватать, ну, в правильных вузах. Поэтому у меня нет никакого, так сказать, вот ответа, что тут надо менять, я пока сам учусь всей этой системой. Но что касается школы, я бы, конечно вернул просто такой вот потрясающий, вот мы сейчас, да, вот, есть такой пошлый термин, ужасно пошлый, который называется лихие 90-е, вот, который, на мой взгляд, не отражает вообще ничего, только я хочу напомнить, чтобы эти лихие 90-е был принят самый либеральный закон о образовании, разрешивший, кстати, и частные школы, и домашнее обучение, многое всего. И там был просто такой вот взрыв, такой вот целая радуга была, вообще разнообразие учебников. У нас же сейчас очень мало, так сказать, вот вариативности, потому что там и ты поэкономически пришел. А это хорошо, то, что много учебников? Дол, на мой взгляд, должен быть единый стандарт, там, ну, на условном ЕГЭ, мы сейчас не обсуждаем проблему ЕГЭ, но как идти к ним, это выбирает школа, коллектив преподавателей и так далее. Должна быть конкуренция идей, конкуренция хороших книг. Надо доверять вообще людям, а не спускать один учебник на всю страну. Ну, там сейчас любят говорить там про учебник истории, там вообще много безобразия с этим связанным, но то же самое учебник по литературе или учебник по русскому языку, там, ну, вот Маша, например, сама пишет книжки по русскому языку. Вот, я думаю, потому что она там готова написать учебник. И может быть неплохой или даже очень хороший. Но добиться того, что по этому учебнику обучались не все, но те, кто хочет, нельзя, потому что существует такая мощная государственная машина, которая говорит, вот это утверждено институтом питания, как у нас любят. Это появилось уже в спокойные 2000-е, да? Это в спокойные, это в тучные годы. Вот, если говорить, я бы это изменил бы, и второе, обществу пора понять, это на самом деле логика всей нашей сегодняшней беседы, что мы не решим проблему повышением зарплаты учителей. Это очень неприятно говорить, но невозможно решить проблему качества педагогического, так сказать, коллектива, повышая зарплату, потому что государство все равно не может предложить очень большую зарплату. она может предложить зарплату ровно такую, чтобы задержать в школе тех учителей, которых оттуда надо гнать, но она не может предложить такую, чтобы привлечь тех, то есть надо решать другие, но это как по-другому, там вот, понимаешь, то есть вот просто дать бабла не получится, даже если дать не получится, но это вот, я не знаю. Мария, согласны вы с этим? Стали бы вы работать лучше, если бы зарплата была умножить на два? Ну, как известно, время деньги, то есть если бы у меня зарплата увеличилась вдвое, я бы могла себе позволить не заниматься бытом и лучше, ну там, больше готовиться к урокам, ну то есть вот теоретически, одна наша родительница, когда мы работали вместе в одной школе, вот она, она бывшая учительница, вот она ровно так говорила, учитель должен получать столько, чтобы он мог готовиться к урокам, столько, сколько вот ему нужно, чтобы вот он был доволен, да, чтобы он не думал, что где мясо купить, там, как котлеты навертеть, да, чтобы вот это... Но сколько таких учителей, которые готовы в свое свободное время, да, готовятся к урокам, да. Вот я думаю, что их мало, понимаешь, Алекс, это вот все тот же разговор, вот людей, типа мистера Киттинга, там же есть еще один кадр, когда он сидит в своем кабинете, он одинок, у него нет детей, это очевидно, у него нет детей, у него, так сказать, сыновья чувства, у него есть какая-то девушка, но она явно не с ним, там фотография девушки, он живет в общаге этой школы, он вне быта, и он может отжигать. Я сейчас не девальвирую его, так сказать, духовную миссию, хотя это спорно, это можно, так сказать, поговорить о том, насколько он хорош, но я хочу сказать, что у него была возможность вот отжечь. И параллельно, вот сейчас говорили про хор, есть еще прекрасный фильм «Французские хористы», и там тоже вот гениальный учитель, причем в такой школе для трудных подростков, и он тоже, он живет просто вообще в их же спальне, да, в своем маленьком закутке. Ну, то есть, вот это, собственно, модель, вот, да, вот если ты готов вот вложиться сюда полностью... Это модель служения. Это модель служения. Это модель служения. Ну, как бы вот в диапазоне учительских ипостасей есть вот служение, а есть, скажем так, реализация образовательных услуг. И это тоже есть. Есть своего рода чиновничество. Есть чиновничество. Но есть чиновничество, да. Есть много садизма. Покончим с этим фильмом в хорошем смысле. Ну, про изменить-то можно сказать, что я хочу изменить в школе. Да, да, конечно. Мне кажется, надо сделать две вещи, и они, ну, внешне, они противоречат друг другу. С одной стороны, мне кажется, что надо... Я бы увеличила какие-то формальные способы привлечения учителя к ответственности. Я когда-то прочитала в начале 2000-х потрясшую меня статью в коммерсантной власти о том, что учитель самая безответственная на самом деле профессия. Потому что все успехи ты можешь приписать себе, а все неудачи ты можешь сказать, ну, они ж тупые. Но они ж тупые, не способны. Трудный класс. Не способны и трудный класс. Я три раза родителей вызывал в школу. Но если ты детей не бьешь и там ничего такого специального не делаешь, то тебе, в общем, ты действительно абсолютно безответственен. И за результат ты никак... Ну, как учитель отвечает за результат вот в нынешней ситуации? Никак. Вот поэтому с одной стороны я бы выстроила систему, в которой, не знаю, ведь, например, результаты ЕГЭ, да, они... Ну, вот нет такого, что мы точно можем всюду зайти и посмотреть, да, какой этого учитель сдают, какой этого учитель сдают, да. То есть вот с одной стороны работа на то, чтобы учитель, в общем, отвечал за то, что и боялся, да, за свое РНМ. А что это может быть? То есть какая мера? Как это отследить? Ну, это дело... Ну, долго рассказываю. Я могу рассказывать, как это делается, там, например, в западных школах. Ну, то есть это нужно? Я считаю, что это обязательно нужно, потому что, ну, учитель действительно по сути своей безответственной профессии. И вот меру ответственности действительно надо какую-то поставить эту планку. Как родители согласен. А вторая? Чтобы не было, как у Гай Германики, понимаете? Да. Вот. Это с одной стороны. Это вот одна часть. Вторая часть, это совершенно противоположная. Вот в чем я, например, как учитель сильно нуждаюсь. Я вот знаю, что в Америке так есть. Вот 10 лет работаешь, а дальше тебе, в государственной школе, а дальше тебе год оплачиваемого учебного отпуска. Вот когда можно не только «Войну и мир» прочитать, а я бы еще чего-то много прочитала, понимаете, и в библиотеке посидела. Ну, потому что я действительно не успеваю. Это очень нужно, потому что, конечно, каждый год теорема Пифагора ты замыливаешься, да, и ты, ну, не можешь просто уже выдумывать. Перезагрузка нужна, да, такая? Вот. Абсолютно. И это, конечно, ну, вот, это параллельно, да, ну, вот если ты ответственна, тебя уже вынудили ответственно подходить к делу, тогда уж дайте мне тогда и обновляться, да, и учиться чему-то. Потому что, ну, совмещать это совершенно невозможно. И третье, что точно нужно в школе, что было в прекрасной советской школе, между прочим, это фигура старшего пионера Вожатого. Вот это ушло совсем, то есть это человек, которому дети говорят ты, но он при этом вот как бы в стане учителей. Он тоже воспитатель, но это... Но это, Маш, это не потому, это нельзя сделать. Это потому, что у нас сейчас тренд общества на результат, на оценку, на поступление. У нас вообще социум разрушился, у нас нету субботников, так и нету пионеров-ожатых. У нас чуть-чуть изменится тренд, так сказать, ну вот как бы... На самом деле, не с помощью, так сказать, наших, а действительно общество поймет, что есть какая-то жизнь за окном, так сказать, тонированного автомобиля, и тогда появятся пионеры-ожатые. Но это должно общество опять дозреть, что должно вообще... Что вообще субботник это неплохая вещь, что можно помыть класс, и что можно ветерану там помочь, ну окей, ну понятно. Но это должно быть... Знаешь, жизнь качнувшая справа, качнется влево, она должна качнуться. Тогда будет пионер-ожатый. Ну такой social life должен быть, на самом деле, нормальный. Будем надеяться на это. Будем надеяться. Я хочу сейчас нам с вами предложить отрывок из фильма. Сегодня отбирал, готовился. Это просто прекрасная песня, собственно, школьные вальсы из фильма «Розыгрыш». Я посвящаю эту песню и вам, Мария, и вам, Леонид, и вам, уважаемые учителя и преподаватели. Как это было и как это отчасти сейчас. Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему с утра. Встречай, учи и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Для нас всегда открыта в школе дверь, прощаться с ней не надо торопиться. Ну, как забыть звончей, звонка, копей и девочку, который нес портфель. Пускай потом ничто не повторится, для нас всегда открыта в школе дверь. Пройди нам тихим школьным этажам, здесь прожито и понято немало. Был голос робот, мель, руке дрожал, но ты домой с победою бежал. И если вдруг удача забрапала, пройди по тихим школьным этажам. Ну вот, своего рода вам посвящение и напутствие учителям так или иначе в нашем разговоре прозвучали. Мне было очень крайне любопытно и интересно услышать ваше же мнение о школе. Я, во-первых, хочу вас поблагодарить. Вы не расстроили меня. Помните, с чего я начал программу? Дайте надежду. Она не исчезла. Я вижу, что все в порядке. А что бы вы хотели сказать ученикам? Ведь студентам аудитория телеканала Дождь достаточно юная. Многие учатся, в общем-то, неподалеку отсюда. Я могу обратиться к своим студентам. Так, пожалуйста. И в этом смысле мои студенты это, так сказать, слепок всех студентов. Дорогие студенты на втором, а может быть даже на первом семинаре будет проверка знания текста. Вот, я задал кое-что читать на лето. Вот, нам сейчас только что рассказали, что лето это такое творческое время, можно прочитать «Войну и мир». Поэтому будет жесткая проверка знания текста. Удачи вам! Мария! Я не буду повторять то же самое, хотя это тоже будет жесткая проверка знания текста. Ну, что ж пожелать-то с первого сентября? Я желаю, чтобы ну, этот долгий учебный год очень долгий. Да, и чтобы вот тот настрой, который наверняка сегодня, накануне первого сентября, есть у всех. И даже у последнего двоечника. Потому что всегда вот это ощущение предновогоднее. 31 августа. Это правда новогоднее ощущение. Оно всегда есть. Но вот чтобы это ощущение не растерялось в первые же недели сентября, а плавно тратилось вплоть до последних недель мая. Все в наших руках и в ваших руках. Спасибо за доверие нам и я сейчас не вам говорю, но некоторым. Пожалуйста, не злоупотребляйте нашим доверием. Говорю, как папа. Я очень волнуюсь. Спасибо, Мария. Спасибо, Леонид. Хорошего учебного года. Спасибо. Удивительных открытий. И для них, для ваших учеников и для себя. Потому что для вас же это тоже процесс удивительный. Спасибо. Спасибо. Это были мгновения на дожде. До встречи через неделю. Мгновения с Алексом Дубасом.